Снова привет любителям ARA всех возрастов. Мы продолжаем введение в этот язык программирования и обсуждаем самые простые типы объектов. Мы уже обсудили, что типы данных в ARA это прежде всего numelic, численный, character, строки, integer, которые по сути это положительные целые числа и некоторые менее важные. Впрочем еще даже более важные логические или булевые. Сейчас мы обсудим, что можно сделать менее атомного, более сложного, а именно будем собирать векторы из объектов одного типа. Я напоминаю, что все мои видеоуроки можно найти по хэштегу r4row и предлагаю начать. Как векторы? Векторы это совокупность объектов в ARA одного типа. Бывает и по-другому. В ARA можно собирать воедино, объекты разного типа и получится у нас лист с каким-то своеобразным, в целом менее богатым функционалом. Мы собираем вектор вот таким образом, с помощью функции c. Функция по сути комбайн означает. Именно поэтому, если вы будете использовать c как переменная, вы столкнетесь с проблемами. Эта буква занята. Мы берем c, заключаем в скобке то, что мы хотим напихать в нашу переменную и сохраняем переменную x. Посмотрим на эту переменную. Увидим, что в ней ровно эти численные значения. Посмотрим на длину вектора. Тут уже не n-chart, как мы смотрели у строк, а именно длина. Если мы попытаемся напихать всякого разного в один вектор, как в этом случае, мы увидим, что у нас происходит конверсия. Есть своеобразная иерархия объекта. В самом общем смысле это строки. Что угодно можно превратить строку более специфичные, логические и менее специфичные. Численные, совсем специфичные, интеджеры. То есть они как бы вложены между собой. Если есть совсем такой лебейский класс, как строки, все превращается в строки. Тут уже нет аналогических переменных и численных, а все оказалось окружено кавычками, то есть превратилось в строки. Но опять-таки наш вектор состоит из объектов одного типа. Эти объекты имеют класс character и сам он тоже наследует его. Как мы можем еще собрать вектор? С помощью двоеточия. Такой аналог растяжения в Excel строчек от 1 до 7. Мы создаем эту следовательность и смотрим. Кстати говоря, если на одной строчке через точку с запятой мы приводим для команды, выполняются они одновременно. Мы можем увидеть, что возможно протянуть вектор в другую сторону, от самого большого до самого маленького. И кроме того, у нас есть функция sec, более общая, которая указывает, с чего начать наш вектор. В этом случае он численный. Начнем с единицы, закончим тройкой, а двигаться будем шагом по 0.2. Вот наш вектор. Или мы можем использовать аргумент лентаут и указать сколько мы хотим членов в нашем векторе. Имея готовый вектор, мы можем индексировать его, обращаться к отдельным его элементам с помощью одних квадратных скобок. То есть тройка квадратных скобок вернет нам третий элемент нашего вектора. Мы можем комбайном взять два индекса и увидеть второй и четвертый объект. Можем использовать минус. Не так просто узнать, догадаться что происходит при этом. Но в действительности выпадает первый объект. Мы вычитаем как бы первый индекс и удаляем объект с номером 1. Мы не можем сочетать вот таким образом индекс веноза, то можем делать subset, то есть индексировать вектор логическими переменами. Либо напрямую давая вектор логических переменных или с помощью сравнения. Проведя вот такое сравнение мы получили по сути логический вектор и он уже пошел на то, чтобы выбрать из нашего вектора нужный нам объект.